Музыка Приветствую вас, братья и сестры. Придя сюда, мы засвидетельствовали, знаете о чем? О том, что дорогу в церковь мы знаем. Это как минимум. Скорее всего, мы знаем дорогу домой. Я так думаю, что мы доберемся домой, если Господь позволит. Слушайте, а знаем ли, помним ли, не забыли ли мы путь во спасение? Как думаете? Проверьте, задайте этот вопрос себе. Сюда мы придем уверенно в церковь. Скорее всего, домой придем уверенно, если, опять-таки, Господь нас благословит, что мы будем живы и здоровы. А в вечность, так ли уверенно мы идем, как домой или даже как в церковь? Так ли легко? Так ли четко понимаем ориентиры перед собой? Корабль, выходя в море, полностью зависим от навигационного оборудования. Во всяком случае, это в современном нам мире. Еще не так давно, любое плавсредство, когда выходило в открытые воды, зависело полностью от одного человека, от капитана. И от его способности ориентироваться в пространстве. По звездам ли, используя ли какой-то нехитрый навигационный инструмент, но человек должен был уметь понять, где он находится, держа в уме цель проложить правильный курс и на пути не сбиться с этого курса. Если не будет ни одного, ни другого, ни третьего, плавание опасно, плавание непредсказуемо, результат непредсказуемый. Самолет, находясь в воздухе, если он будет без навигационного оборудования, вы знаете, в большинстве случаев он просто опасен для тех, кто им пользуется. Вопрос, почему? Почему для нас так важно видеть перед собой четкие и ясные ориентиры? Зачем маяки на море? Зачем радиолокационные вышки для летящих в воздухе? Для чего это все нужно? Друзья, а ответ подсказывает наша природа. Бог создал нас зависимых от ориентиров. Мы зависимы от того, чтобы видеть перед глазами достойную и правильную цель. И об этом сегодня шла речь. Нам нужны ориентиры. Иисус сказал, я есть дверь, помните, да? Кто войдет мной, тот что? Вроде все просто. Кто войдет мной, тот спасется. Ничего сложного. Ну, на первый взгляд. Согласитесь, это же ориентир. Ориентир, который оставил Христос своим овцам, своим ученикам. Он говорит, я это дверь. Вы знаете, мы живем в мире, где много дверей. Ну, и буквально, и образно говоря. И эти двери призывно открываются перед нами, предлагая нам иные ориентиры. Иные ориентиры. И слушайте, если Христос говорит, что путь за ним он узкий и тернистый, грубо говоря, не такой приглядный, как может предложить альтернативу мир. Он предлагает все в ярких, красочных, таких, знаете, вопиющих к нашей плоти тонах и ощущениях. А все по одной причине. Потому что князь этого мира очень серьезно заинтересован в том, чтобы мы с вами, вот те, кто сейчас сидим здесь, в зале этой церкви. Может быть, те, кто в экранах телевизоров или мониторов компьютеров сейчас смотрят онлайн-трансляцию. Князь мира очень серьезно заинтересован, чтобы вот те, которые для себя решили, что будут входить этой дверью, которой есть Христос, потеряли этот ориентир из своего вида. Потеряли из вида эту главную дверь. Текст, который я хочу сегодня предложить нам для рассуждения, он записан во втором послании к Тимофею, второй главе. И в этом тексте, это вторая глава, я буду читать с третьего по пятый стих. Вторую Тимофею, вторая глава, с третьего по пятый стих. В этом тексте апостол Павел предлагает некие ориентиры. Ориентиры для человека, который выбрал для себя осмысленным посвящением, смыслом жизни, тем, что будет наполнять его сегодня, завтра, тем, что будет смыслом его вообще времяпровождения. Вот Тимофей был таким человеком, который выбрал для себя служить Богу. Он выбрал посвятить себя Богу. И вот для него Павел оставляет некие ориентиры, некие подсказки, на что ему нужно обращать внимание, чтобы не сбиться с курса. Давайте прочтем эти стихи. С третьего стиха буду читать. Переноси страдания, как добрый воин Иисуса Христа. Никакой воин не связывает себя делами житейскими, чтобы угодить военачальнику. Если же кто и подвязается, не увенчивается, если незаконно будет подвязаться. Вот такие вот слова. Конечно, все послание содержит еще больше разных акцентов, важный, все важно. Я хотел бы вот некоторые ударения поставить на те стихи, которые прочитал. Для себя я здесь увидел то, что стоило бы обновить в моей памяти, в моих ориентирах в плане вечности. И первое, на что здесь обращает внимание апостол Павел, он говорит о подчинении. Он затрагивает вопрос подчинения. Он говорит о том, что вот в третьем стихе мы прочитали. Переноси страдания, как добрый воин Иисуса Христа. Добрый воин Иисуса Христа. Это образ, говорящий о подчинении. Человек военный, какого бы звания он ни был, над ним всегда есть старший. Речь уже, ну, само собой подразумевается, что если речь идет о рядовом, то над ним очень много начальства. И вот здесь апостол Павел ориентирует Тимофея на самого Христа, как того командира, того главнокомандующего, которому подчинен Тимофей. Ну и сам Павел тоже видел себя подчиненным. Я не знаю, друзья, вот вы кому видите себя подчиненными в своей жизни? Ну вот на работе же есть какое-то начальство, наверняка. Может быть вы сами начальники, но вы тоже подчинены налоговой инспекции, каким-то финансовым контрольным контролирующим органам. Все равно есть, вот мы ощущаем, что есть кто-то, кто может призвать нас к ответу и может спросить, все ли правильно мы делаем. А вот по жизни, вот по себе, вот так подумайте и оцените. Ну вот есть те, кому вы подчинены? И в чем это подчинение выражается? И вот апостол Павел напоминает Тимофею и говорит, что ты должен как воин, вот как добрый воин подчинен военачальнику, так и ты должен быть подчинен Иисусу Христу. И он обращает внимание на то, что вот подобное подчинение, оно будет иметь некие последствия для него, для Тимофея. В третьей главе этого же послания, в 12 стихе, Павел такое вот предупреждение, знаете, как бы говорит, что все желающие жить благочестиво во Христе Иисусе будут испытывать сложности. Он говорит, будут гонимы. Я не знаю, как вы понимаете этот текст, но для себя я вижу вот в этом тексте, вот в том, что сказал Павел, что все желающие жить благочестиво, вот заметьте, ориентир, цель, ориентир. Хочу жить благочестиво, потому что я во Христе. Мы говорили о подчинении, да, кому мы подчинены. Если я подчинен Христу, в чем это выражается? Павел говорит, в том, что ты будешь жить благочестиво. Вот оно естественное выражение твоего продолжения, ну, свидетельство твоего подчинения Иисусу Христу. И он говорит, что если это твой выбор, будут сложности. И в чем эти сложности могут быть выражены? А в том, что если ты решаешь для себя быть послушным Богу, быть послушным Его Слову, то не все, кто будут вокруг тебя и рядом с тобой, с этим согласятся. Не все разделят твой выбор, не все поддержат тебя в твоем решении. Христос предупреждал, что проблемы в некоторых случаях не всегда, но могут начинаться даже с домашних. Вот человек выбирает следовать за Богом, а домашние могут быть некой сложностью в этом вопросе, не разделяя ценности человека. И что делать? Что делать? Апостол Павел говорит, что нужно быть к этому готовым и понимать, что это нормальный процесс. Тут нет ничего сверхъестественного и изляда вон выходящего. Так должно быть. И пример, примеров этому очень много в Священном Писании. Ну такое яркое, я вот свидетельство хочу привести, напомнить всем. Это книга Даниила, сам Даниил и его друзья, помните, да, этих людей. И вот их выбор не оскверняться, выбор строить отношения с Богом и продолжать свои отношения с Богом, независимо от того, какие обстоятельства вокруг, привлек, навлек на их жизнь не то чтобы даже страдания, но страдания само собой, но серьезнейшие испытания, друзья. То есть те, кто были рядом с этими посвященными людьми по какой-то причине, может быть сами даже не отдавая себе отчет, кто их и какой дух их возбуждает, были против того, чтобы эти люди имели успех. В нашей жизни на самом деле ничего кардинально не поменялось на сегодняшний день, потому что князь мира сего остался тот же самый, дух, который был на Данииле и его друзьях, сегодня в нас. И он нас будет побуждать и поощрять к правильным, достойным решениям. А тот, кто возбуждал окружение Даниила и его друзей, будет возбуждать, возможно, кого-то и в нашем окружении, чтобы поколебались руки, ослабели ноги, чтобы сердце дрогнуло, чтобы захотелось пойти на компромисс, захотелось не сильно выделяться. И вот Павел предупреждал Тимофея, говорит, ты будь готов к этому, и если возникнут какие-то сложности, ты как воин добрый, переноси эти сложности, потому что ты ориентирован на то, чтобы угодить военачальнику. И вот здесь Тимофею, который был призван быть служителем Христа, нельзя было упустить вот этот правильный ориентир из своего вида. И вот в 4 стихе апостол Павел подсказывает ему еще одну такую, знаете, особенность его положения. А, собственно, это и наше положение, как людей верующих. Он говорит, никакой воин не связывает себя делами житейскими, чтобы угодить военачальнику. Ну, конечно, здесь, во-первых, правильно, если буквально смотреть, речь идет о служителе. О служителе, который, ну, посвящает себя, там, вот, в пастырское служение, для пастырского служения посвятил, который избран и рукоположен. Здесь вот об этом идет речь. Павел Тимофея как такого служителя наставляет, во-первых. Но иносказательно этот принцип можно приложить к жизни абсолютно любого верующего человека. И принцип этот, если говоря простыми словами, звучит следующим образом. Желание угодить военачальнику, или, давайте говорить, Господу, да, всегда будет соседствовать с желанием угодить себе любимому. Это всегда будет вот искушение. Желание угодить Богу, оно будет искреннее, оно будет настоящее, оно будет побуждением всего нашего сердца. Мы будем хотеть этого, стремиться, и даже что-то будет получаться, но настолько же искренне, настолько же по-настоящему, настолько же будем хотеть этого, и это будет получаться, желание угодить себе. И вот апостол Павел обращает внимание Тимофея на то, что вот подобное, ну, нужно быть готовым к этому. И его он ориентирует на то, что ему нужно сделать, ну, категоричный выбор. Я не уверен, что у нас получится так же категорично поступить, как призывал апостол Павел Тимофея. Хотелось бы, может быть, это было бы замечательно, если бы так получилось. Если у кого-то получится, слава Богу. Но надо понимать следующее, что вот это искушение и вот эта борьба между тем, что хочу я, и тем, что хочет Бог, она будет присутствовать. Для чего нам нужна эта информация? Для чего нам нужно это понимать? Чтобы когда это искушение возопиет в нас, мы были сильны победить. Может быть, вчера не получилось, позавчера. Может, 10 лет предыдущих не получалось, а завтра может получиться. Если ты бодрствуешь, то Бог помогает тому, кто бодрствует, противостоять. Давайте еще посмотрим на 5 стих. Здесь такое интересное предупреждение звучит для Тимофея. Я предлагаю его рассмотреть и в нашей перспективе, в вопросах нашей реальности. Давайте прочтем, кроме пятого, еще раз четвертый, потому что пятый надо связывать с четвертым. Никакой воин не связывает себя делами житейскими, чтобы угодить военачальнику. То есть, вроде бы понятно, да, подсказывает апостол Павел, что будет борьба. И дальше он говорит, если же кто и подвизается, не увенчивается, если незаконно будет подвизаться. Спрашивается, о чем вообще здесь идет речь? Вот что это за слова? Если кто и подвизается, не увенчивается, если незаконно будет подвизаться. Я поделюсь с вами, братья и сестры, тем, как я вижу этот текст и мое понимание того, что написал здесь апостол Павел. А он говорит здесь о том, что попытка, удачная попытка, удачная, заметьте, то есть, когда у нас это получится, удачная попытка служить двум господам. Мы помним, да, слова Христа, что Богу мамони, одному будешь любить, а другому будешь не родить. Но вот Павел говорит, что если вдруг у тебя даже покажется, что у тебя получилось, и вроде бы Бог не в обиде, и мамона не прохудилась, все нормально, помни о следующем. О том, что даже если ты подвизаешься, приложишь усилия, и как-то вот этот пазлик сложишь, что будет и тебе самому, и окружающим тебе казаться, что у тебя все нормально, помни, что не будет награды. Вот об этом он здесь и говорит. Если же кто и подвизается, не увенчивается, если не будет, если незаконно будет подвизаться. Вот представляете себе, друзья? То есть, в принципе, то, как ты будешь жить, какими принципами руководствоваться, ну, что для тебя будет, во-первых, что для тебя будет, во-вторых, вот в духовной твоей жизни, такой, это твой выбор, это твое решение, ты строишь дом, ты строишь вот это вот самое строение из различных материалов, да, Павел, помните, использовал эти образы, там, драгоценные камни, кто дерево, кто солому, кто золото, вот ты строишь, и что-то получится. А будет ли награда, это уже решит Бог. Павел предупредил и говорит, что если и нашим, и вашим награды не будет. И вот я для себя задаю вопрос. У меня нет для него точного ответа, я не предлагаю сейчас никакой точный ответ. Подумайте вы, может быть, у вас будет ответ, Господь вам подскажет. Речь идет о том, что не будет награды, то есть, меня не будут встречать в Царстве Небесном с аплодисментами, с цветами, там, я не знаю, ну, венцами и так далее, но место мое остается в этом Царстве. Или речь идет о том, что, как Христос сказал, отойдите, я вас не знал. Так как не знал? Так мы же столько делали. Все равно не знал. Вот подумайте сами, о чем идет речь. Я для себя здесь вижу, знаете, вот такую подсказку, как бы подскажу, ну, не подсказку, а поделюсь, как я для себя это поясняю. Когда-то, я помню, один старец-служитель сказал такую вещь, я не буду говорить, о чем шла речь, но он сказал так, что не делая, я точно не согрешу. Ну, вот говорит, а если буду делать, могу согрешить. Не слышали такую фразу? То есть, если я от чего-то откажусь, точно не потеряю ничего в вечности. А вот если не откажусь, это уже вопрос. И вот по сути своей, каждодневный наш выбор, наше решение, мы как бы, ну, отдаем в руки Бога конечный вердикт. Правильно, неправильно, что было, что было хорошо, что было плохо. И вот апостол Павел Тимофея предупреждает, говорит, что если ты как служитель, ну, захочешь служить и нашим, и вашим, помни, что это может быть даже и выйдет, но награды не жди. О себе же апостол Павел очень так уверенно и даже дерзновенно говорил, что его ждет награда. Помните этот замечательный текст его? Он говорит, что мне готовится венец. Он говорит, веру течение совершил, веру сохранил, а теперь готовится мне венец. И вот это что интересно, он очень дерзновенно смотрел на то, какой будет его встреча, каким будет его вход в присутствие Божие. Он даже представлял себе, ну, как Бог его будет вознаграждать. Слушайте, ну, я не думаю, что это была просто фантазия и, ну, знаете, какой-то там сонному приснился. Это была уверенность и дерзновение в Духе. Потому что Дух Святой оставил нам это свидетельство Павла на страницах Священного Писания тоже как ориентир и как пример. Я хочу вот в срезе этого дерзновенного свидетельства апостола Павла предложить вам сегодня подумать, знаете, над чем? Что ждет тебя в вечности, вот если ты сейчас окажешься там? Ну, не знаю, вот выйдешь ты из-за ворота и мало ли что случится, да? С любым из нас это может произойти. И вот ты сейчас такой, как есть, вот в таком состоянии, в каком ты есть, ты оказываешься пред Богом. Все, вот пришло время получать свою награду или же, ну, выслушивать укоры, я не знаю, вот. Что услышишь ты? Вот что услышишь ты? Слушай, это вопрос дерзновения. Мы почему-то откладываем вот эти вопросы, ну, как бы, думаем себе на потом. Вот придет время, я об этом подумаю, может быть, приготовлюсь. Мы думаем, что у нас впереди еще много возможностей, ну, как бы, уверенно себя почувствовать в этом вопросе. А правильно ориентироваться на то, что здесь и сейчас в твоем сердце происходит. На что тебя сейчас ориентирует Дух Святой? Вот, заверши своя жизнь в этот момент, что ты получишь от Бога? Ну, понятно, это тут нет универсального ответа. Это совесть наша, это Дух Святой нам подскажет. Вот, как я живу, чем руководствуюсь, на что ориентируюсь, чем дорожу, что упустил, чем пренебрег. Господь может подсказать, если мы позволим Ему говорить к нам. В заключении я хотел бы, ну, напомнить опять-таки вот об ориентирах. Что бы ни случилось для нас, как христиан, как людей, осмысленно последовавших за Господом, очень важно не сбиться с цели. И очень хорошо бы, вот мне понравился образ, который звучал во второй проповеди, чтобы цель была целью, а не просто мечтой. Слушайте, вот мы иногда мечтаем о царстве Божьем, но ничего не предпринимаем, чтобы достичь его как цель. А вот если перед нами цель, нам нужны эти верные ориентиры. И вот хорошо бы, что если вот перед нами есть эта достойная цель, чтобы мы с нее не сбились, чтобы мы не упустили из виду самый главный ориентир. Друзья, чтобы мы не забыли, не потеряли путь в Царство Небесное. Дорогу в Церковь мы знаем, это хорошо. Дорогу домой, слава Богу, тоже знаем из хорошо, когда есть куда идти. А не забыли ли мы путь в Царство Небесное? Христос сказал, я истинь дверь, кто войдет мной, тот спасется. Служить от другого пути нет. Аминь. Давайте помолимся. Завершилось богослужение. Подошла к концу и наша с вами встреча. И мне остается только пожелать вам успехов в делах. Хочется пожелать обильных Божьих благословений. Желаю вам веры в действии. Оставайтесь с Богом. Субтитры создавал DimaTorzok